Всем привет, друзья! Сегодня у нас первый практический эфир марафона интенсива «Пять шагов к себе любимой». И мы обсуждаем очень крутую тему «Как не копить обиды». Когда мы спрашивали изначально про актуальность темы, мы поняли, что эта тема одна из самых актуальных, одна из самых больных. Обижался в своей жизни хоть раз каждый человек. Поэтому присоединяйтесь, ждем Ани. Сегодня будет очень интересно, очень полезно. И у нас будет и медитация, и задание для вас. Поэтому оставайтесь с нами. Привет! Скажи, пожалуйста, как у меня видимость, слышим, стекло сегодня? Так, все хорошо с картинкой. Слышу тебя хорошо. Напишите нам все, как слышно Аню, как слышно меня. Я пока помечу нашу тему сегодня. Я старалась не только омпетру, как это все, как это не может. Потому что, как это не может, не может, не может. Сейчас очень хорошо все. Так. Ну что, друзья, напишите. Слышно, все слышно. Аню хорошо слышно? Поговори немножко. Я рада вас всех сегодня здесь видеть. Нас так много. И сегодня, на самом деле, очень важная тема. Потому что вот есть особенность строения мозга, кто-то, наверное, слышал, мужского и женского, да? И у нас есть особенность нашего мозга женского в том, что между правым и левым полушариям у нас нет перегородки. И у нас всегда логика с эмоциями, она в занятии одной какой-то каша. И не будет никогда такого, что мы там проработали все свои эмоции и все, сколько мы стали роботами. Нет. Это будет всегда. Да, и поэтому нам очень важно разобраться со своими эмоциями и обидами и научиться управлять этой системой в своей голове. Это, собственно, то, что я несу, то, чему я учу в наших уже более каких-то индивидуальных курсах. И вот в нашем марафоне 5 часов, например, к тебе любимый, я вам буду давать, а не плохо слышно. Напишите, пожалуйста, кому еще плохо меня слышно, и мы сейчас будем... Давай попробуем, может быть, наушнички. У меня тоже периодически то хорошо, то плохо. То есть, знаешь, такая прям... Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Плохо слышно. Все понятно. Сейчас будем импровизировать. Как меня слышно сейчас? О, сейчас идеально. Мне очень хорошо. Ладно, я буду держать в руках тогда, потому что... Или как-то я поставлю все мое оборудование багажом пока еще идет, и я вот... О, нет, все стоит, представляете? Все, все стоит. Вот, все отлично, все для нас. Гуд, отлично, класс. Ну, так вот, у мужчин там гораздо все попроще. Почему? Потому что я работаю также и с мужчинами, и с женщинами. Я просто вот пронаблюдала такую штуку. Тот результат, которому я веду женщин за полгода, мужчина приходит за две недели, а то и месяц. Потому что они не подмешивают свои эмоции туда. Вот ты им говоришь сделать так, они делают. И у них нет вот этого, а если, а вдруг, и там понеслось, а Вася подумал, а Петя знает, и так далее. А у нас такое есть. И поскольку наши мамы, папа, они не специалисты, но нет пока, я надеюсь, пока в школе такой науки, как воспитывать правильное ребенка, вот, и наши родители не знали. Поэтому вот эти обиды, вольно-невольно, они до того возраста, сколько вам сейчас лет, они уже накопились, они уже есть. Вот. И для того, чтобы научиться жить в системе, скажем так, экологичной, без вреда для себя и без вреда для окружающих, вот в своей эмоциональной системе, нам сначала нужно разобраться с обидами из прошлого. Да, то есть ситуация, которая сейчас в вашей жизни сложилась, она уже есть. Мы от этого уже никуда не денемся, волшебной таблетки нет. Вот. Нам сначала нужно оттуда разобраться, да, то есть пройти дорогу туда через всех бывших, к родителям, там это все выкопать. А потом уже научиться вот в этом состоянии жить и прекрасно себя чувствовать в легком состоянии. Я с этим разобралась, и легко каждый из вас может с этим разобраться, для этого нужно только время. И вот на этом интенсиве я буду давать такие практики, каждый вебинар будет включать в себя контекст какой-то, да, то есть я вам буду давать контент, я вам буду давать какую-то важную информацию, я вам буду давать задания, которые необходимо будет выполнить. Оно несложно, не надо никаких там на гору Эверест взбираться, то есть это все вы делаете в течение своей обычной, привычной, повседневной жизни. И буду давать медитацию в конце занятия, почему прямого эфира, почему в конце, чтобы вот все после этой медитации, чтобы ваш мозг уже не включался в какие-то мыслительные процессы. Вы погрузитесь, там что-то проживете, и волшебно эта информация ляжет, и тело ваше просто будет дальше двигаться и помогать вам в выполнении заданий. Наши вебинары будут какие, вернее, прямые эфиры. Сегодня у нас эфир на тему «Как не копить обиды». Вебинары запомните, пожалуйста, вернее, прямые эфиры будут во вторник, в четверг, в воскресенье, и опять вторник, четверг, всегда в 12 часов. Вот эту информацию важно запомнить, и тогда вы не пропустите ничего. Вы, конечно, можете смотреть в записи, но если вы хотите прийти к более быстрому результату, я вам очень рекомендую смотреть в прямом эфире. Почему? Потому что нас здесь сейчас уже 88 человек, это все энергии, мы все обмениваемся. Если вам тяжело какие-то вещи осознать, вам и не нужно их осознавать. Осознают другие, до вас просто долетает. Вы просто слушаете, и у вас потом это где-то, знаете, в течение жизни всплывает эта информация, потому что мы ваш багажник здесь уже загрузили. Если вы смотрите в записи, это тоже работает, но это работает на 50% эффективности. Вот в прямом эфире, в онлайне это 100% эффективности, то, что я вам хочу дать полезного контента. А в записи 50, и тоже работает. Ну, то есть если вы не успеваете, не расстраивайтесь, тоже смотрите, но знайте, что лучше прийти онлайн. Итак, вторник, четверг, воскресенье, опять вторник, четверг, в 12.00. Сегодня, как не копить обиды, в четверг будет тема, как выйти из состояния жертвы. В воскресенье будет тема, 5 травм, которые мешают нам жить. Во вторник, на следующей неделе, будет тема, почему мы входим в конфликты и как из них выходить. То есть когда вы уже подготовитесь и сделаете какие-то практики на этой неделе, я вам уже буду такие более осознанные, широкие темы давать, вернее, для вашего бессознательного участия. Здесь я взаимодействую с вашей бессознательной частью, больше не с вами, а с вашей бессознательной частью. И 5 ноября в четверг будет заключительный прямой эфир на тему «Личные границы». Любимая тема, вообще «Личные границы, как не нарушать, как свои сохранить, чужие не повредить» и так далее. То есть эта тема уже будет такой вишенкой на торте. Окей, давайте я посмотрю вопросы. Пока нет вопросов. Может быть, самой надо бы попробовать детские обиды закончить, потом учить. Да, да, я с вами согласна, поэтому я так и сделала. Вот, и я вам хочу сказать вот что. У меня много клиентов, кстати говоря, с дипломами психологов. И люди, которые приходят, вернее, вот вы идете в университет, вас учат психологии, да, или вас учат математики. Это не значит, что вы великий математик. Великий математик тот, кто попробовал это на себе, кто прошел эту дорогу, кто знает на себе, как этот инструмент работает. И вот это очень круто. И когда у человека есть образование и плюс опыт, а не просто он закончил факультет и теперь стал преподавать вот это, я не советую к таким людям идти. А если идти, то ловите внутренний отклик. Хочется вам за этим голосом? Проведет он вас туда или нет? Потому что если человек сам на себе это не попробовал, он не сможет. Я попробовала это на себе. Если вам не верится, перейдите на мою страничку, посмотрите, как это было до, как это было после. Я честно вам говорю, я умирала просто вообще в своих эмоциях. Но единственное, во что я верила, что я все равно из этой ямы вылезу. Ну то есть я вот эти обиды могу еще назвать некой такой ямой, понимаете? Вот каждый из вас, если вы пришли сюда, у нас уже 117 человек, вы сейчас в какой-то ямке находитесь. Но невольно, да, ничего личного, потому что мы уже накопили эти обиды. Да, может быть, пять минут вы назад на кого-то обиделись и не знаете инструмент, как вообще с этим обращаться. И какое-то время вам потребуется из этой ямы вот прям себя, как барон Минхаузен, достать при помощи нас. Вот при помощи такой информации и таких вот практик и техник, которые мы вам даем. И потом, когда вы вылезете на поверхности, вы увидите красивую, счастливую, легкую жизнь. Вот примерно такую, как вы сейчас видите Лару на Бали, да, или, ну вот то, что вижу сейчас я, картинка на горы, да, за мной прекрасная мансарда. Вот. Поэтому давайте начнем говорить про обиды. Если есть вопросы, задавайте. Да, тема сегодня про обиды. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, что он обижается. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, что я обижаюсь. Да, это есть. О, прекрасно. Как не обижаться, не отвлекаться на провокации человека родной. Понимаете, почему я вообще все это начала? Потому что я поняла, что я обижаюсь на своего сына, и мало того, я обижаюсь, я еще и реагирую. А он мой родной человек. И каждый раз, когда я ему делала больно словом, а еще и рукой, то есть я его шлепала, Я просто ненавидела себя и думала, боже мой, как мне из этого выйти, потому что голова-то понимает, что он родной, а тело начинает мстить за кого-то из прошлого, и это все обида. Супер, вижу ваши плюсики. Итак, как выходить из обид? Вообще, что такое обида? Обида – это… слышали такую тему, мы с вами еще будем ее разбирать. Треугольник Карпмана – тиран-жертва-спасатель, да, то есть состояние жертвы, жертвы. То есть со мной все не так, соседи у меня не такие, муж мой не такой, сын мой не такой, школа у сына не такая, лифт медленно едет, машина сломалась. И вот это вот, когда не вы влияете на ситуацию, а ситуация влияет на вас, это когда вы попали в пробку, и вы говорите, я опоздал, потому что я попал в пробку, и тогда кто влияет на вас? Пробка влияет на вас или вы на пробку, или, может быть, вы могли выбрать другую какую-то дорогу, да? Но об этом легко говорить, вот то, что я сейчас говорю. Сложнее всего я сама попадаю в такие ситуации, понимаю, боже мой, ты сейчас кто? Как ты вообще вот в эту ситуацию залетела, да? И я понимаю, что я сейчас жертва. Вот поставьте плюсики, кто понимает, о чем я сейчас говорю. Вот это состояние жертвы – это и есть то тягостное состояние, которое выводит нас в минус. Мы еще это называем утечкой энергии, да? То есть из меня утекает энергия, и у меня там еще есть такое понятие – лени нет. Есть вот эта утечка энергии, и появляется вот это какое-то аморфное состояние лени, да? Ее на самом деле нет, это вытекающее. Так вот, кстати говоря, что мы еще подумали? Вот чтобы понимать, что такое состояние жертвы глубоко, потому что я сейчас об этом могу долго рассказывать, мы сделали для вас очень классную опцию. Вот прям буквально перед прямым эфиром я поговорила с командой, и я как можно больше вам полезного бесплатного контента хочу дать, чтобы вы вот прям воспряли духом, потому что я считаю, что каждая женщина может это, может, и я верю в это. В общем, если вы перейдете на мою страничку, провалитесь в кнопку «Таплинка», там будет получить бесплатно вебинар про жертву или как выходить из состояния жертвы. Кликните, пожалуйста, туда. Девочки вот сейчас как раз этим занимаются очень быстро, да? Если вы не обнаружите там эту ссылку, ну, зайдите туда через час, через два часа. Ну, я думаю, что мы все команды сейчас быстро это сделаем. В общем, что такое жертвы, вам понятно, это прекрасно, и вы плюс еще посмотрите вебинар, да, и вам станет прям совсем все понятнее, потому что я там рисую на флипчарте, рассказываю примерами, и этот вебинар может идти даже не часы, не 30 минут, а подольше, потому что я вот сейчас быстро говорю, а с бессознательной частью на вебинарах я достаточно медленно разговариваю и встраиваю программы во время вебинаров в вашу бессознательную часть. Обязательно посмотрите. Итак, женщина в состоянии жертвы – это обиженная женщина. Обиженная женщина – горе в семье. Обиженная женщина раздражительная, обиженная женщина упрекает. Вы сами отсюда не будете хотеть упрекать, но так будет получаться, да? Обиженная женщина вся в претензиях и в упреках, и поэтому все ее окружение нечастное. Дети, муж, коллеги и так далее. Наша задача что сделать? Пять шагов на пути к себе счастливой. Счастливая женщина – счастье в доме, да? Аня, ты такая легкая. Я еду на такси, таксист говорит, у вас такая, говорит, легкая энергетика. Он спиной вообще ко мне сидит, понимаете? Потому что счастливую женщину чувствуют затылком мужчины и вообще любые люди. Вот наша задача вот к этому состоянию прийти. Что для этого нужно сделать? То есть первый шаг. Я только что вам рассказала про эмоции, которые, ну, к сожалению, нашим мозгом не так хорошо управляемы, как мужским, да? Нам нужно сразу эти эмоции понимать, что они есть, и проживать. Но поскольку у нас сейчас, у многих из вас, кто здесь, эти эмоции, опять же, уже накопились, это будет получаться не сразу. То есть это уже глубокие техники вот там в наших там глубоких каких-то курсах, да? Что вам нужно будет делать? Вам нужно научиться эти эмоции сразу реализовывать. Что такое эмоция? Эмоция – это потенциал мощнейший. И вот представьте, когда у вас позитивная эмоция, она бьет, как солнце. Вот вовне, да? К вам приходят ресурсы. Поставьте плюсики, у кого такое было. А я вышла, солнце светило, автобус сразу приехал, милый подарил цветы, там женщина улыбнулась, еще что-то. Ну, то есть вот все складывалось, как вы хотите, да? Вот в этот момент вы в хорошем состоянии, и ваша эмоция бьет через край, и бьет вот в хорошем смысле вовне, и у вас появляется взаимосвязь и прямое взаимодействие со Вселенной. Никакой магии вообще нет. Это все очень объяснимые, давно научно доказанные вещи. Что происходит, когда вы в плохом настроении? Внимание, ура, я вижу ваши плюсики. Что происходит? Вот эта энергия вот так вот на 180 градусов разворачивается, и начинает вас бить, как кто-то писал по печени и почкам. Понимаете? Вот и в этом состоянии у вас начинается «Это не так, то не то, шапка колется, цветы не те, автобус не тот» и так далее. Поэтому нам важно научиться направлять поток туда, а не вовнутрь. И поэтому, как только у вас появилась какая-то негативная эмоция, неважно, маленькое раздражение, то вам нужно ее реализовать. Как ее реализовать? Эти техники не повседневные, не повседневные, скажем, на будущее. Это техники, когда вы из ямки выходите. Мне многие говорят, «Ань, ты сейчас даешь эту технику, потом другую». И у нас несколько уровней трансформации. Первый уровень трансформации, чтобы выйти вот из этого негативного состояния, это, внимание, прожить эмоцию. Вы слышали это понятие, да? Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Первое. Мы вам это все пропишем. Если вы сейчас будете записывать, это круто. И плюс мы к прямому эфиру вам сделаем конспект, где вы будете видеть. И вот прям в комментариях я вас попрошу делиться своими ощущениями, как у вас это получается сделать. Первое. Сразу рассказать о своих эмоциях. Тут ремарка. Внимание. Не вашему окружению. Окружению говорить об эмоциях запрещено. Почему? Сейчас просто верьте на слово. Если вы говорите, Мила, я сейчас чувствую, что ты меня обидел, да, то вы его вовлекаете в треугольник, этот маятник начинает раскручиваться, и вы создаете еще одну ситуацию, которую вам потом придется раскручивать. Вот. И поставьте плюсики, кому понятно, о чем говорю. Если непонятно, это тоже хорошо, вы здесь, у вас все равно эта информация прогрузится. Вот. Поэтому вы говорите о своих эмоциях. Куда? Учимся. У нас есть с вами комментария к посту, вернее, вот к этому прямому эфиру. Вы туда сразу выгружаете эмоции. Вы пишите, я сейчас раздражена. Вы можете одно слово написать. Не надо там писать ваша мощная там, не знаю, эссе на тему, какая вы раздраженная. Я раздражена. Я озлоблена. Кстати говоря, у нас есть чек-лист про эмоции. Куда же мы его можем скинуть, Лар? Вот этот у нас есть чек-лист, чтобы вы распознавали, какая сейчас эмоция у вас. Ну, мы можем просто всем, кому интересно, чтобы они писали тебе в директ, и девочки будут отправлять мы этот чек-лист. Мы еще лучше сделаем. Мы в топ-линке тоже сделаем кнопку. Добавите кнопочку, да. Мы добавим кнопку и добавим туда список эмоций. Вот, чтобы вам было понятно, вы открываете, смотрите эмоции, такие, о, злость, привет, это ты, да? И вот вы пишите, я сейчас злая, меня обидела муж, там, мой сын, даже можете написать козел. Внимание, в наш чат вы можете написать. Честно признайтесь в своей эмоции. Вот своему сыну вы не можете это сказать. Внимание, вот это прямо для себя запомните и зафиксируйте. Не входим. Если вы будете входить вот в эти вот треугольники, будете говорить своему окружению, я не смогу вам помочь через пять шагов, понимаете? Делайте то, что я вам говорю. Все, это проверенное все методы много-много раз. И не только мной, кстати говоря. Ну, практически все об этом говорят и делают. То есть сразу говорите о своих эмоциях здесь в комментариях к этому прямому эфиру. Через рот, там, через палец выпускаете. Второе. Если у вас все, вот пошла энергия, вам хочется кого-то прибить, вот у кого такое было, поставьте плюсики. Вот срочно здесь и сейчас, не могу бесить меня этот человек. Вы, вы срочно несетесь, если у вас есть уже абонемент в спортзал, и делайте упражнение через намерение. Я сейчас проживаю свои эмоции. Все. Вот просто вот эту фразу, я сейчас проживаю свои эмоции, забывайте про это намерение и просто делайте. Если нет в спортзала, вы бежите, неважно, даже если на каблуках, пробегите хотя бы 10 метров, вы бежите. Если нет дороги и каблуков, вы переседаете. Если нет приседаний, вы просто идете. Если вы не можете идти, посуда у вас точно есть. Моете посуду. Я проживаю свои эмоции. То есть делайте любое действие через физику. Чем мощнее это действие, чем сильнее вы свою энергию выпускаете, тем быстрее вас отпустит. Одна из моих клиенток мы с ней работали. Я ей говорила, проживай, неси домой и проживай эмоции дома. Она говорит, я не могу нести. Она заходила в туалет, брала полотенце, ее унитаз мочила. В общем, мы с ней очень хорошо, кстати говоря, поработали. Она здорово вышла из своего прежнего состояния. Но на тот момент, когда вы будете вот этого делать полотенцем, вам будет казаться, я какая-то ненормальная. Поверьте, Аня это сделала, много моих подопечных это сделали, вся моя команда это делала. Вам все время это делать не придется. Потом у нас очень гуманные практики. Это в самом начале пути вот такая вот практика. Итак, следующее. Берете полотенце и фигачите. Лучше всего о твердую столешницу. Ну, поскольку мой сын просто видел, как я трансформируюсь, я ему говорила, сейчас в мою комнату не заходи. Я выбирала твердую столешницу, чтобы хлыст, не просто вы постучали, а вот прям, чтобы хлыст было слышно хорошенечко, да? Вот. Это еще одна техника, если, конечно, у вас есть такая возможность. Вы можете поорать в подушку. Мы это, кстати, делаем с клиентками на технике. Знаете, вообще не слышно. Просто как глушитель затыкаете себе рот с одной стороны и кричите до упора прям так аааа, прям нагибаетесь, чтобы весь звук из вашего тела вышел. Не просто ааа, нет, вам нужно, чтобы все вышло из вашего тела, поэтому вы нагибаетесь и кричите в подушку техники, даю быстрее, пересматривайте эфир, это целая тема, и я эту тему отдаю первые два месяца, кто у нас в трансформационном курсе, а вам даю сейчас это за полчаса, поэтому вот прям принимайте. Дальше. вы можете попеть в машине по весь голос, если вы там едете одна. То есть если покричать в лесу не можете, вы живете где-то в мегаполисе, в городе, в населенном пункте, то попойте в машине. И внимание, вот все эти пункты мы вам перечислим, что нужно сделать, это чтобы не копить обиду. Внимание, самостоятельно вы не говорите ни мужу, ни детям, никому, что у вас сейчас распирает, вы агент ФСБ, вы никому не говорите, что с вами сейчас происходит. Понятно? Вот вы прям секретный, там, не знаю, Джеймс Бонд. Вам запретили вообще об этом говорить. Вы пишите только в комментариях вот к этому прямому эфиру, что с вами происходит. Вы сами почувствуете, когда вы начнете делиться, а когда вы еще увидите эмоции других девушек, вам уже хорошо станет. Во-первых, что вы не одна такая, во-вторых, вы начнете просто обмениваться, ставить друг другу там лайки, сердечки, поддерживать друг друга. Это очень круто. Это очень круто. Поддержка – это все то, что нам очень хочется, и нам это нужно. Дальше. Что еще я вам не рассказала? Тороплюсь, потому что хочу медитацию прекрасную для вас провести. Не волнуйся, мы не ограничены часом. Да, если что, мы можем немножко задержаться, если у тебя время позволяет. А у нас эфир, он… Нам Инстаграм разрешил сделать больше часа теперь. Вау. Да? Все хорошо, я поняла. Вот. Что хочу еще сказать? Все такая, сразу скорость такая снизилась. Расслабляемся. Что хочу еще сказать? Расслабляемся. Что хочу еще сказать? Не расстраивайтесь, если вам с первого раза эта техника не помогла. Я напоминаю, что вы находитесь в яме, у вас много эмоций. А как человек поймет, что он обидел? Не надо вам этому человеку говорить. Это другая история. Вам нужно сначала себя потушить. С собой разобраться. У нас есть маятник эмоций. Кто слышал про маятник эмоций? Зеланд, по-моему, очень клево про это рассказывает. Мне очень нравится, как он эту информацию подает. Вот если вы испытали эмоцию плюс пять, предположим, да, по шкале, вы обязательно испытаете эмоцию минус пять. Вот знайте просто это. Это называется маятник. То есть если вы выиграли миллион, и вы испытали такое вау, круто, то обязательно у вас произойдет ситуация, где вы ровно настолько же опуститесь в минус. Это не моя прихоть, это не мое исследование. Так работает система. Ну вот такая она, да? Поэтому наша задача разобраться со своими эмоциями, снизить их до шкалы, ну примерно плюс два, минус два, потому что ну все равно будет, чтобы мы могли радоваться, да, чтобы мы могли чуть-чуть где-то запереживать. Это тоже создает такой, ну, окрас жизни. Но когда у вас сильный маятник, оно создает вот такое сильное внутреннее напряжение, состояние утечки и так далее. Так вот, если вы своему собеседнику будете говорить, что вы обиделись, вы будете раскачивать плюс, плюс и минус пять. Если вы промалчите, как Джеймс Бонд, то у вас есть шанс выжить, перейти в состояние плюс два, минус два. Понятно? И быть счастливой в этом состоянии. Если вам хочется своему обидчику сказать, что он вас обидел, это ваша какая-то программа, это какое-то ваше убеждение, это на самом деле вы ему не хотите сказать, это ваши непрожитые, нереализованные эмоции где-то с детства, где вы не могли маме сказать о своих эмоциях. Потому что у нас на агрессию, на давление три реакции, всего три. Встать в ступор, убежать и дать сдачи. Ребенок не может не убежать, потому что его догонит, а если даже попытается его, все равно догонит. Не дать сдачи, потому что, ну, сами понимаете, что тогда произойдет, да? Ребенок только встает в ступор. Когда он встает в ступор, а еще дыхание затаивает, да, то в этот момент происходит вот эта вот фиксация эмоций, именно фиксация. То есть все, она в статику попала, она не движется от эмоций. То есть парализовалась какая-то внутренняя часть вас. И вот эта парализованная часть, она будет проситься наружу всю жизнь и через вот таких людей, которые вас обижают. Ну, то есть будет приходить Вселенная, вам будет поставлять человека, который вас так... Давай, давай, у тебя там рука не работает, я помогу, чтобы эта рука заработала. А вам кажется через голову, что мне сейчас ему надо сказать, что ты меня обидел. Не надо. Вам просто нужно прожить эмоции. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятно, о чем я говорю. Но это именно в момент, не говорить или вообще никогда. В момент. Когда вы придете... Хороший вопрос, благодарю. Когда вы придете в спокойное состояние плюс два, минус два, я вас научу, кстати говоря, вот прям на этом интенсиве. Я вам буду рассказывать, как спокойно вашему собеседнику об этом говорить. Пока нам ставят плюсики. Да, я знаю, что я хотела привести пример, чтобы тебе дать тоже возможность передохнуть. Вот насчет разговоров. Говорить надо, но в каком состоянии вы это будете говорить, это вот определяющий фактор. Я недавно была просто свидетелем, как раз здесь, просто в кафе где-то завтракала. Это было так ужасно наблюдать, когда за соседним столиком девушка в эмоциях, просто в таких вот этих самых обиженных, отчитывал молодого человека, какой же он, извините меня, дебил. И она ему, это просто полтора часа в разных комбинациях доказывала, все свои эмоции высказывала. А человек сидел и, знаете, в состоянии вот такого ступора, даже не знал, что ему ответить. Он просто это слушал и как будто бы игнорировал. И все это слышали. То есть весь ресторан слышал то же самое. И вот это никуда вас не приведет. Поймите, да, вы не получите от человека никакую нужную вам действительно конструктивную реакцию. А что говорите, как говорите, вам Аня расскажет позже. Продолжаем. Да, это будет на личных границах. Я сейчас тебе пометочку сделала. То есть в четверг, в завершающий прямой эфир я вам расскажу, как уже спокойно. Так вот, когда происходят вот такие ситуации, о чем сейчас рассказала Лара, что происходит? Вы в эмоциях, человек в эмоциях. Я это называю эмоциональной шторкой. Ни вы, ни он не слышите друг друга. У вас отскакивает. Маятник увеличивается. То есть вы с этого получаете какую-то энергию. Ну, тело так привыкло наше питаться, к сожалению, да? И через какое-то время вам захочется попросить прощения у этого человека. Вот поставьте плюсики, кто понимает, о чем я говорю и у кого такая ситуация была, да? То есть наговорила, какую-то фигню, через какое-то время успокоилась, попросила прощения. Кстати, вот Маша Мордашко очень классно рассказывала про просить прощения, когда вы сразу другого человека ставите выше вас. Прости меня, пожалуйста, да? То есть мы уже не окей. Да, кто не смотрел, вот пересмотреть у Маши, здесь тоже эти эфиры есть, очень классные. Вот. И тогда, когда вы просите прощения, то есть вы не сможете стереть ему память. У него на жесткий диск, вот как у компьютера, уже произошла запись. И для того, чтобы вот эту ситуацию потом какую-то маленькую, да, вот у вас там что-то начали эмоции вовнутрь бить? Вы не поняли, что это вот, ну, оно бьет, да? Оказался рядом ваш близкий человек, вы на него слили эти эмоции? У него записалось это на диск, да? И потом ему тоже к психологу надо идти, чтобы с вами сохранить отношения, потому что если он вот эту информацию из своей памяти не вынет, он вам начнет мстить за это. Самыми извращенными способами, да? Самыми. У мужья, многие мужья, вот вы не понимаете, почему мужья изменяют? По этой причине. То есть вы когда-то, может быть, при тех сказали, ты козёл, да? И это было, может быть, ещё далеко до замужества. Он отсюда, может быть, этого не помнит, а тело помнит всё. Тело – это наша кристаллизованная душа, все убеждения в теле. Тело – это 99% нашей системы. Голова – сознательная часть 1%. Представляете, какая там мощь? И вот он начинает вам изменять, поздно приходить домой, вы просите посидеть с детьми, а он не сидит, предположим, да? И вам кажется, что за ерунда в моей жизни происходит? Мне нужно высказать ему какие-то обиды. Нет, вам не высказать. Если вы выскажете, вы эту ситуацию удвоите, утроите и увеличите. Вам нужно вернуться обратно и там разобраться. Но, к сожалению, самостоятельно это иногда очень сложно сделать, поэтому мы здесь, на этом интенсиве, и мы вам даём вот такие прекрасные техники, при помощи которых вы сможете почувствовать себя немножечко легче. То есть жизнь ваша после этого интенсива не изменится, но точно у вас запустятся мощные процессы, которые помогут вам найти ответы внутри себя и прийти к своему легкому состоянию. Вы почувствуете здесь, что вот, что это такое возможно. Окей, есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Это вот тот короткий контент, который я вам сегодня хотела донести. Могу больше, но пока этого достаточно. Насколько вам это заходит? Не знаю, кого-то может воодушевлять, кто-то, может быть, слушает. О, моя любимая система десятибальная. Десять. Всё понятно, о чём ты говоришь. Восемь. Ну, где-то слышала, и ты говоришь какие-то правильные вещи, но пока не осознаю глубоко, да, то есть пока вот, ну, не откликается. Пять. Вообще непонятно, о чём ты говоришь. Там десять раз уже везде это говорили, ты сейчас опять сюда пришла, вот это говоришь. Ну, короче, неинтересно, не полезно пятёрочки. Поставьте, пожалуйста, баллы сейчас в чат, и пока вы ставите баллы и пишите вопросы, вот, я пролистаю свой любимый айпадик, вот она, моя заметка на медитацию, мы с вами сделаем прекрасную медитацию, а у вас пока есть время расположиться, если вы едете за рулём, остановиться. Она будет длиться, ну, буквально пять-десять минут, и я вам сегодня помогу какие-то обиды прожить. Вот за время этой медитации пять-десять минут мы с вами увидим. Практика, кстати, очень клёвая, вы её можете применять самостоятельно. Все техники, которые я даю, вот, ну, вот мое желание, моя вера в то, что вы сможете легко это делать сами. Сколько стоит мой курс? Вы знаете, я вчера, сейчас отвечу на вопрос, я вчера разговаривала, у нас очень сейчас становится большая компания, и стала уже невыносимо управлять в одиночку. Нет, втроём, мы втроём управляем, потому что я вообще начинала это всё как фриланс, и мне было прикольно. А потом стали приходить люди, и, ну, я стала приводить коучи, потому что хотелось помочь всем. А теперь стала такая команда, что нам приходится вводить, ну, всякие различные системы управления, потому что, ну, прямо очень много становится клиентов и желающих, и нам хочется всем помочь. Ну, и вот, и он мне вчера рассказывает, мы ещё не дошли до части, до презентации, я говорю, куда платить и сколько стоит? Он мне говорит, подождите, я ещё не всё рассказала. Вот, я говорю, я всё понимаю, что вы сейчас скажете, всё, я хочу заплатить, мне уже вот это всё неинтересно, я хочу уже вот прям сегодня начать работать. Вот, и когда я вижу такие вопросы, да, но об этом же я говорю, кто сейчас написал вопрос, Аня, сколько стоит ваш курс сейчас тебе легко. Сейчас тебе легко стоит курс, базовый курс стоит 10 тысяч рублей в месяц, работаем мы 6 месяцев, 60 тысяч рублей стоит курс. Если вы платите сразу, у вас там предоставляется скидка. Вот, это уже такие глубокие, но подождите до курса, у нас до курса есть классная программа МСУ, у меня тут мой друг холодильник пищит, мне нужно к нему подойти. я пока, да, прервём твой спич, я расскажу просто детали. Девочки, всё, кто с нами сейчас онлайн, у вас есть возможность, как минимум, сейчас бесплатно все наши 5 эфиров посетить, всю эту информацию переварить, дальше вы всегда можете перейти к Ане на страничку, посмотреть все, что она там даёт, у них, у их команды, коучи, вообще огромное количество бесплатных материалов. Они постоянно проводят вебинары, они постоянно в команду себе берут новых коучей, можно к ним попасть на трансформационный коучинг, то есть дальше путей очень много. Мы сейчас вам даём вот эту, знаешь, сконцентрированную пользу того, что важно вот такой каждой среднестатистической женщине, мужчинам, у нас тут аудитория разная, и поэтому все, кто у нас онлайн, для каждого может быть какой-то отклик. Поэтому начинаем с бесплатных, доступных каждому материалов. Причём у нас для вас, я вам честно скажу, есть прекрасный подарок, да терпите. Вот, если не терпится, кстати, можете переходить на мою страничку, записываться ко мне на бесплатную консультацию. Я вообще при входе в персональные программы всегда провожу бесплатные консультации, то есть я понимаю, насколько это вам сейчас необходимо, да, может быть, я вас направлю на какой-то бесплатный курс, ну, то есть я прям щупаю готовность человека к трансформации, поэтому моя получасовая диагностика бесплатная консультация по ссылке в моём профиле Таплинк. Вот, пишите туда, там немножечко сейчас будет подлиннее очередь, но дождитесь, вот, и мы с вами поговорим и решим. Но у нас с вами сейчас идёт интенсив, да, совершенно доступный, здесь будут классные техники, даже если вы придёте к нам в платную программу, раскачайте свой, как это, размассажируйте свой мозг на этом курсе, у вас всё будет, потерпите. И в конце курса мы вообще вам, Лара, кстати, мы вот прям решили буквально за пять минут, мы такой подарок вам сделаем, да, совершенно там будет групповой коучинг, не одномесячный, вот по такой цене, понимаете, я не знаю, у кого таких денег просто нет, ну, то есть прям поочине доступны, потому что моя цель показать вообще женщинам, что это возможно, и дать вам побольше материала и ресурса, где вы можете это сделать, и для вас это будет доступно. А наши коучинговые программы, это очень круто, кстати говоря, хочу сказать, и у нас много заходит на этот курс и денег находит, да, но если у вас сейчас такая ситуация, что это дорого, да-да-да, это он, вот, что это дорого, не переживайте, мы для вас сделаем очень много интересного и бесплатного, и доступного. У нас есть канал Телеграм, где мы делимся, где я делюсь своими мыслями и фишками, как я пришла к этой трансформации, то есть, может быть, кому-то не сразу в коучинг-то, да, нам важно, чтобы был результат, а у каждого свой сейчас исходник, поэтому вот, вот такая для вас информация, пользуйтесь, кому куда, кому в топлинг, кому на бесплатную диагностику, кому сейчас на интенсив, кому потом на групповой коучинг, когда мы закончим эту тему, в общем, что, готовы? Терапия с психологом или к вам на программу, как определить? Приходите ко мне на диагностику, потому что есть такие ситуации, я честно скажу, я психолог, я поработаю, я могу поработать так, что вам другой психолог не понадобится, но я трансформатор, вот, мне, честно говоря, неинтересно заниматься глубоко прошлым, мы не занимаемся долго прошлым, у нас шестимесячная программа, два месяца мы работаем с эмоциями, ну, то есть, открепляем эта психология, два месяца мы меняем убеждение, два месяца мы закачиваем новую программу сценарий в голову, если у вас сильная психологическая проблема, понятно, что вам с нами, то есть, мы тоже с вами, сейчас я его совсем отключу тогда, а то он нам медитации не дался делать. Нам придется поехать на кухню на нашем интенсиве. Да, и если вы должны понимать, что мы вас тоже можем взять, у нас тоже есть такие курсы, кстати говоря, где мы, прям вот год, у меня одна клиентка со мной год работала на тему психологии, мы выкапали там травму, очень серьезнейшая была, да, но при этом вы должны понимать, что быстрых результатов у вас не будет, мы очень классные психологи, кстати, мы очень круто работаем, у нас очень современные технологии, у нас постоянно 24-часовая поддержка, чего нет, кстати говоря, во многих курсах, то есть, вы идете к психологу, да, вы сходили, и у вас, ну, как бы, вот, ну, есть за одну сессию результаты, дальше вы ждете следующей сессии, а у нас постоянно, извините, пожалуйста, у нас постоянный диалог, разговор идет со всеми клиентами, вот, ну, вот такой я человек, я сразу нашла решение, извините за шумы, вот, поэтому можете к нам прийти, в общем, записывайтесь на диагностику, диагностика проходит здесь, в онлайне, по ватсапу, или там по телеграму, где у вас есть видеосвязь, полчаса вы пишете в топлинк, с вами связывается ассистент, назначает вам удобное и вам, и мне время, то есть подбирает для вас и для меня удобное время, после чего мы с вами вот так вот выходим на связь, в ватсапе там, или еще где-то, где вам будет удобно, и я слушаю вас, вашу проблему, рассказываю, что вы можете с этим сделать, даю вам такую понятную обратную связь, чтобы, ну, не сложную, скажем так, но прямую, да, без обид, говорю, в чем проблема у вас, и что нужно для этого сделать, после этого мы определяемся, то есть если вы хотите, вы заходите в нашу программу, вы можете пойти к своему психологу, если вы с ним уже работаете, вот с той информацией, которую я вам дам, вы можете в наших каких-то там бесплатных программах остаться, они тоже есть, и можете там, ну, все что угодно, в общем, то, что вы придете ко мне на диагностику, это абсолютно вас ничему не обязывает, вот это очень важно, понимаете, вот, мы помогаем, ну что, я готова, а вы? И мы готовы, давайте настроимся на медитацию, и вспомним, что мы сегодня говорим про обиды, и про то, как вообще их не копить, а уметь проживать, да, и сейчас я вам предлагаю, вот перейти вот, от этого энергичного темпа, который я вам уже задала, в спокойное состояние, медитация будет короткой, мы глубоко погружаться не будем, и вместе с тем нам понадобится время, тишина, почувствуйте то, на чем вы сидите, почувствуйте ногами, стопами ног, поэтому оставайтесь с нами, привет, скажи, пожалуйста, как меня видно, слышно, светло сегодня? так, так, все хорошо с картинкой, слышу тебя хорошо, напишите нам все, как слышно Аню, как слышно меня, я пока помечу нашу тему сегодня, я старалась, я старалась, не только, что он так просто, это просто не может, потому что, я стараюсь, она немножко снимала, да, сейчас очень хорошо, все, ну что, друзья, напишите, слышно, все слышно, Аню, хорошо слышно? Поговори немножко. Я рада вас всех сегодня здесь видеть, нас так много, и сегодня на самом деле очень важная тема, потому что, вот есть особенность строения мозга, кто-то, наверное, слышал, мужского и женского, да, и у нас есть особенность нашего мозга женского, в том, что между правым и левым полушарем у нас нет перегородки, и у нас всегда логика с эмоциями, она в занятии одной какой-то каша, и не будет никогда такого, что мы там проработали все свои эмоции, все, сколько мы стали роботами, нет, это будет всегда, и поэтому нам очень важно разобраться со своими эмоциями и обидами и научиться управлять этой системой в своей голове. Это, собственно, то, что я несу, то, чему я учу в наших уже там более каких-то индивидуальных курсах, да, и вот в нашем марафоне 5 часов на каких-то тебе любимых я вам буду давать Ане плохо слышно. Напишите, пожалуйста, кому еще плохо меня слышно, и мы сейчас будем... Давай попробуем, может быть, наушнички, да, у меня тоже периодически то хорошо, то плохо, то есть, знаешь, такая прям... Напишите, пожалуйста, как меня слышно, плохо слышно, все понятно, здесь будем импровизировать. Как меня слышно сейчас? О, сейчас идеально, мне очень хорошо. Ладно, я буду держать в руках тогда, потому что, или как-то я поставлю все мое оборудование, багажом пока еще идет, и я вот... О, нет, все стоит, представляете? Все, все стоит. Вот, все отлично, все для нас. Гуд, отлично, класс. Ну, так вот... Супер. У мужчин там гораздо все попроще. Почему? Потому что я работаю также и с мужчинами, и с женщинами, и я просто вот пронаблюдала такую штуку. Тот результат, которому я веду женщин за полгода, мужчина приходит за две недели, а то и месяц, потому что они не подмешивают свои эмоции туда. Вот ты им говоришь, сделать так, они делают. И у них нет вот этого, а если, а вдруг, и там понеслось, а Вася подумал, а Петя знает, и так далее. А у нас такое есть. И поскольку наши мамы, папа, они не специалисты, но нет пока, пока, я надеюсь, пока в школе такой науки, как воспитывать правильное ребенка, вот, и наши родители не знали. Поэтому вот эти обиды, вольно-невольно, они до того возраста, сколько вам сейчас лет, они уже накопились. Они уже есть. Вот. И для того, чтобы научиться жить в системе, скажем так, экологичной, без вреда для себя и без вреда для окружающих, вот в своей эмоциональной системе, нам сначала нужно разобраться с обидами из прошлого. то есть ситуация, которая сейчас в вашей жизни сложилась, она уже есть. Мы от этого уже никуда не денемся, волшебной таблетки нет. Вот. Нам сначала нужно оттуда разобраться, да, то есть пройти дорогу туда через всех бывших, к родителям, там это все выкопать, а потом уже научиться вот в этом состоянии жить и прекрасно себя чувствовать в легком состоянии. Я с этим разобралась и легко каждый из вас может с этим разобраться, для этого нужно только время. И вот на этом интенсиве я буду давать такие практики, каждый вебинар будет включать в себя контекст какой-то, да, то есть я вам буду давать контент, я вам буду давать какую-то важную информацию, я вам буду давать задания, которые необходимо будет выполнить, оно несложно, не надо никаких там на гору Эверест взбираться, то есть это все вы делаете в течение своей обычной, привычной, повседневной жизни. И буду давать медитацию в конце занятия, почему прямого эфира, почему в конце, чтобы вот все после этой медитации, чтобы ваш мозг уже не включался в какие-то мыслительные процессы, вы погрузитесь, там что-то проживете и волшебно эта информация ляжет и тело ваше просто будет дальше двигаться и помогать вам в выполнении заданий. Наши вебинары будут какие, вернее прямые эфиры. Сегодня у нас эфир на тему «Как не копить обиды?» вебинары запомните, вернее прямые эфиры будут во вторник, в четверг, воскресенье и опять вторник, четверг всегда в 12 часов. Вот эту информацию важно запомнить и тогда вы не пропустите ничего. Вы, конечно, можете смотреть в записи, но если вы хотите прийти к более быстрому результату, я вам очень рекомендую смотреть в прямом эфире, почему? Потому что нас здесь сейчас уже 88 человек, это все энергии, мы все обмениваемся. Если вам тяжело какие-то вещи осознать, вам и не нужно их осознавать, осознают другие, до вас просто долетает, вы просто слушаете, и у вас потом это где-то, знаете, в течение жизни всплывает эта информация, потому что мы ваш багажник здесь уже загрузили. Если вы смотрите в записи, это тоже работает, но это работает на 50% эффективности. Вот в прямом эфире, в онлайне это 100% эффективности, то, что я вам хочу дать полезного контента. А в записи 50% тоже работает. То есть, если вы не успеваете, не расстраивайтесь, тоже смотрите, но знайте, что лучше прийти онлайн. Итак, вторник, четверг, воскресенье, опять вторник, четверг, 12.00. Сегодня, как не копить обиды, в четверг будет тема, как выйти из состояния жертвы, в воскресенье будет тема, пять травм, которые мешают нам жить, во вторник, на следующей неделе будет тема, почему мы входим в конфликты и как из них выходить. То есть, когда вы уже подготовитесь и сделаете какие-то практики на этой неделе, я вам уже буду такие более осознанные, широкие темы давать, вернее, для вашего бессознательного участия. Здесь я взаимодействую с вашей бессознательной частью, больше не с вами, а с вашей бессознательной частью. И 5 ноября, в четверг, будет заключительный прямой эфир на тему личные границы, любимая тема, вообще личные границы, как не нарушать, как все свои, сохранить, чужие не повредить и так далее. То есть, эта тема уже будет такой вишенкой на торте. Окей, давайте я посмотрю вопросы. Пока нет вопросов. Может быть, самой надо бы попробовать детские обиды, детские обиды закончить, потом учить. да, да, я с вами согласна, поэтому я так и сделала. Вот, и я вам хочу сказать вот что. У меня много клиентов, кстати говоря, с дипломами психологов, и люди, которые приходят, вернее, вот вы идете в университет, вас учат психологию, да, или вас учат математики. Это не значит, что вы великий математик. Великий математик тот, кто попробовал это на себе, кто прошел эту дорогу, кто знает на себе, как этот инструмент работает. И вот это очень круто. Когда у человека есть образование и плюс опыт, а не просто он закончил факультет и теперь стал преподавать вот это, я не советую к таким людям идти, а если идти, то ловите внутренний отклик. Хочется вам за этим голосом? Проведет он вас туда или нет? Потому что если человек сам на себе это не попробовал, он не сможет. Я попробовала это на себе. Если вам не верится, перейдите на мою страничку, посмотрите, как это было до, как это было после. Я честно вам говорю, я умирала просто вообще в своих эмоциях, но единственное, во что я верила, что я все равно из этой ямы вылезу. То есть я вот эти обиды могу еще назвать некой такой ямой, понимаете? Вот каждый из вас, если вы пришли сюда, у нас уже 117 человек, вы сейчас в какой-то ямке находитесь, но невольно, ничего личного, потому что мы уже накопили эти обиды. Может быть, пять минут вы назад на кого-то обиделись и не знаете инструмент, как вообще с этим обращаться. И какое-то время вам потребуется из этой ямы вот прям себя, как барон Минхаузен достать при помощи нас, вот при помощи такой информации и таких вот практик и техник, которые мы вам даем. И потом, когда вы вылезете на поверхности, вы увидите красивую, счастливую, легкую жизнь, вот примерно такую, как вы сейчас видите, Лару на Бали, да, или, ну вот, то, что вижу сейчас я, картинка на горы, да, за мной прекрасная мансарда, вот. Поэтому давайте начнем говорить про обиды. Если есть вопросы, задавайте. Да, тема сегодня про обиды. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, что он обижается. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, что я обижаюсь. Да, это есть. О, прекрасно, как не обижаться, не отвлекаться на провокации человека родной. Понимаете, почему я вообще все это начала? Потому что я поняла, что я обижаюсь на своего сына, и мало того, я обижаюсь, я еще и реагирую. А он мой родной человек. И каждый раз, когда я ему делала больно словом, а еще и рукой, то есть я его шлепала, я просто ненавидела себя и думала, боже мой, как мне из этого выйти, потому что голова-то понимает, что он родной, а тело начинает мстить за кого-то из прошлого, и это все обиды. Супер, вижу ваши плюсики. Итак, как выходить из обид? Вообще, что такое обида? Обида – это, слышали такую тему, мы с вами еще будем ее разбирать, треугольник Карпмана, тиран-жертва-спасатель, то есть состояние жертвы. Жертвы, то есть со мной все не так, соседи у меня не такие, муж мой не такой, сын мой не такой, школа у сына не такая, лифт медленно едет, машина сломалась, если вот это вот, когда не вы влияете на ситуацию, а ситуация влияет на вас, это когда вы попали в пробку, и вы говорите, я опоздал, потому что я попал в пробку, и тогда кто влияет на вас? Пробка влияет на вас, или вы на пробку, или может быть вы могли выбрать другую какую-то дорогу, да, но об этом легко говорить, вот то, что я сейчас говорю, сложнее всего я сама попадаю в такие ситуации, понимаю, боже мой, ты сейчас кто? Как ты вообще вот в эту ситуацию залетела, да, и я понимаю, что я сейчас жертва. Вот поставьте плюсики, кто понимает, о чем я сейчас говорю. Вот это состояние жертвы, это и есть то тягостное состояние, которое выводит нас в минус, мы еще это называем утечкой энергии, да, то есть из меня утекает энергия, и у меня там еще есть такое понятие лень, лени нет, есть вот эта утечка энергии, и появляется вот это какое-то аморфное состояние лени, да, а ее на самом деле нет, это вытекающее. Так вот, кстати говоря, что мы еще подумали? Вот чтобы понимать, что такое состояние жертвы глубоко, потому что я сейчас об этом могу долго рассказывать, мы сделали для вас очень классную опцию. Вот прям буквально перед прямым эфиром я поговорила с командой, и я как можно больше вам полезного бесплатного контента хочу дать, чтобы вы вот прям вас пряли духом, потому что я считаю, что каждая женщина может это, может, и я верю это, в это. В общем, если вы перейдете на мою страничку, провалитесь в кнопку таплинка, там будет получить бесплатно вебинар про жертву или как выходить из состояния жертвы. Кликните, пожалуйста, туда, девочки вот сейчас как раз этим занимаются очень быстро, да, если вы не обнаружите там эту ссылку, ну, зайдите туда через час, через два часа, но я думаю, что мы все команды сейчас быстро это сделаем. В общем, что такое жертвы, вам понятно, это прекрасно, и вы плюс еще посмотрите вебинар, да, и вам станет прям совсем все понятнее, потому что я там рисую на флипчарте, рассказываю примерами, и этот вебинар может идти даже не часы, не 30 минут, а подольше, потому что я вот сейчас быстро говорю, а с бессознательной частью на вебинарах я достаточно медленно разговариваю и встраиваю программы во время вебинаров в вашу бессознательную часть. Обязательно посмотрите. Итак, женщина в состоянии жертвы это обиженная женщина, обиженная женщина горе в семье. Обиженная женщина раздражительная, обиженная женщина упрекает, вы сами отсюда не будете хотеть упрекать, но так будет получаться, обиженная женщина вся в претензиях и в упреках, и поэтому все ее окружение нечастное. Дети, муж, коллеги и так далее. Наша задача что сделать? Пять шагов на пути к себе счастливой. Счастливая женщина, счастье в доме. Да? Аня, ты такая легкая, я еду на такси, таксист говорит, у вас такая легкая энергетика, он спиной вообще ко мне сидит, понимаете? Потому что счастливую женщину чувствуют затылком мужчины и вообще любые люди. Вот наша задача вот к этому состоянию прийти. Что для этого нужно сделать? То есть первый шаг. Я только что вам рассказала про эмоции, которые, ну, к сожалению, нашим мозгом не так хорошо управляемы, как мужским, да? Нам нужно сразу эти эмоции понимать, что они есть и проживать. Но поскольку у нас сейчас, у многих из вас, кто здесь, эти эмоции, опять же, уже накопились, это будет получаться не сразу. То есть это уже глубокие техники в наших глубоких каких-то курсах, да? Что вам нужно будет делать? Вам нужно научиться эти эмоции сразу реализовывать. Что такое эмоция? Эмоция это потенциал мощнейший. И вот представьте, когда у вас позитивная эмоция, она бьет, как солнце. Вот вовне, да? К вам приходят ресурсы. Поставьте плюсики, у кого такое было. Я вышла, солнце светило, автобус сразу приехал, милый подарил цветы, там, женщина улыбнулась, еще что-то. Ну, то есть вот все складывалось, как вы хотите, да? Вот в этот момент вы в хорошем состоянии, и ваша эмоция бьет через край, и бьет вот в хорошем смысле вовне, и у вас появляется взаимосвязь и прямое взаимодействие со Вселенной. Никакой магии вообще нет. Это все очень объяснимые, давно научно доказанные вещи. Что происходит, когда вы в плохом настроении? Внимание, ура, я вижу ваши плюсики. Что происходит? Вот эта энергия, вот так вот на 180 градусов разворачивается и начинает вас бить, как кто-то писал по печени и почкам. Понимаете? Вот, и в этом состоянии у вас начинается это не так, то не то, шапка колется, цветы не те, автобус не тот и так далее. Поэтому нам важно научиться направлять поток туда, а не вовнутрь. И поэтому, как только у вас появилась какая-то негативная эмоция, неважно, маленькое раздражение, да, то вам нужно ее реализовать. Как ее реализовать? Эти техники не повсегдашние, не повседневные, скажем, на будущее. Это техники, когда вы из ямки выходите. Мне многие говорят, Ань, ты сейчас даешь эту технику, потом другую. И у нас несколько уровней трансформации, да. Первый уровень трансформации, чтобы выйти вот из этого негативного состояния, это, внимание, прожить эмоцию. Вы слышали это понятие, да, сейчас я вам расскажу, как это сделать. Первое. Мы вам это все пропишем. Если вы сейчас будете записывать, это круто. И плюс мы к прямому эфиру вам сделаем конспект, где вы будете видеть. И вот прям в комментариях я вас попрошу делиться своими ощущениями, и как у вас это получается сделать. Первое. Сразу рассказать о своих эмоциях. Тут ремарка, внимание, не вашему окружению. Окружению говорить об эмоциях запрещено. Почему? Сейчас просто верьте на слово. Если вы говорите, Нила, я сейчас чувствую, что ты меня обидел, да, то вы его вовлекаете в треугольник, этот маятник начинает раскручиваться, и вы создаете еще одну ситуацию, которую вам потом придется раскручивать. Вот. И поставьте плюсики, кому понятно, о чем говорю. Если непонятно, это уже хорошо, вы здесь, у вас все равно эта информация прогрузится. Вот. Поэтому вы говорите о своих эмоциях. Куда? Учимся. У нас есть с вами комментарии к посту, вернее, вот к этому прямому эфиру. Вы туда сразу выгружаете эмоции. Вы пишите, я сейчас разряжена. Вы можете одно слово написать. Не надо там писать ваша мощная там, не знаю, эссе на тему, какая вы раздраженная. Я раздражена. Я озлоблена. Кстати говоря, у нас есть чек-лист про эмоции. Куда же мы его можем скинуть, Лар? Вот этот у нас есть чек-лист, чтобы вы распознавали, какая сейчас эмоция у вас превосклирует. Ну, мы можем просто всем, кому интересно, чтобы они писали тебе в директ, и девочки будут отправлять им этот чек-лист. Мы еще лучше сделаем. Мы в топ-линке тоже сделаем кнопку. Добавите кнопочку, да. Мы добавим кнопку и добавим туда список эмоций. Вот, чтобы вам было понятно, вы открываете, смотрите эмоции, такие, о, злость, привет, это ты, да? И вот вы пишете, я сейчас злая, меня обидела муж, там, мой сын, даже можете написать козел. Внимание, в наш чат вы можете написать. Честно признайтесь в своей эмоции. Вот своему сыну вы не можете это сказать. Внимание, вот это прям для себя запомните и зафиксируйте. Не входим. Если вы будете входить вот в эти вот треугольники, будете говорить своему окружению, я не смогу вам помочь через пять шагов, понимаете? Делайте то, что я вам говорю. Все, это проверенные все методы много-много раз. И не только мной, кстати говоря. Ну, практически все об этом говорят и делают. То есть, сразу говорите о своих эмоциях здесь, в комментариях к этому прямому эфиру. Через рот, там, через палец выпускаете. Второе. Если у вас все, вот пошла энергия, вам хочется кого-то прибить, вот у кого такое было, поставьте плюсики. Вот срочно, здесь и сейчас, не могу бесить меня этот человек. Вы, вы срочно несетесь, если у вас есть уже абонемент в спортзал, и делайте упражнение через намерение. Я сейчас проживаю свои эмоции. Все. Вот просто вот эту фразу, я сейчас проживаю свои эмоции. Забывайте про это намерение и просто делайте. Если нет спортзала, вы бежите, неважно, даже если на каблуках, пробегите хотя бы 10 метров. Вы бежите, если нет дороги и каблуков, вы переседаете, если нет приседаний, вы просто идете. Если вы не можете идти, посуда у вас точно есть, моете посуду, я проживаю свои эмоции. То есть делайте любое действие через физику. Чем мощнее это действие, чем сильнее вы свою энергию выпускайте, тем быстрее вас отпустят. Одна из моих клиенток, мы с ней работали, я ей говорила, проживай, неси домой и проживай эмоции дома. Она говорит, я не могу нести. Она заходила в туалет, брала полотенце и унитаз мочила. В общем, мы с ней очень хорошо, кстати говоря, поработали. Она здорово вышла из своего прежнего состояния. Но на тот момент, когда вы будете вот это вот делать полотенцем, вам будет казаться, я какая-то ненормальная. Поверьте, Аня это сделала, много моих подопечных это сделали, вся моя команда это делала, вам все время это делать не придется. Потом у нас очень гуманные практики. Это в самом начале пути вот такая вот практика. Итак, следующее. Берете полотенце и фигачите. Лучше всего твердую столешницу. Ну, поскольку мой сын просто видел, как я трансформируюсь, я ему говорила, сейчас в мою комнату не заходи. Я выбирала твердую столешницу, чтобы хлыст, не просто вы постучали, а вот прям, чтобы хлыст было слышно хорошенечко, да? Вот. Это еще одна техника, если, конечно, у вас есть такая возможность. Вы можете поорать в подушку. Мы это, кстати, делаем с клиентками на технике. Знаете, вообще не слышно. Просто как глушитель затыкаете себе рот с одной стороны и кричите до упора прям так wing, ааааа, прям нагибаетесь, чтобы весь звук из вашего тела вышел. Не просто ааа, нет, вам нужно, чтобы все вышло из вашего тела. Поэтому вы нагибаетесь и кричите в подушку технике. Даю быстрое. Пересматриваете эфир. Это целая тема. И я эту тему даю первые два месяца, кто у нас в трансформационном курсе, а вам даю сейчас это за полчаса. Поэтому вот прям принимайте. Дальше. Вы можете попеть в машине. Повесь голос, если вы там едете одна. То есть если покричать в лесу не можете, вы живете где-то в мегаполисе, в городе, да, в населенном пункте, то попойте в машине. И, внимание, вот все эти пункты мы вам перечислим, что нужно сделать, это чтобы не копить обиду. Внимание. Самостоятельно вы не говорите ни мужу, ни детям, никому, что у вас сейчас распирает. Вы агент ФСБ. Вы никому не говорите, что с вами сейчас происходит. Понятно? Вот вы прям секретный, там, не знаю, Джеймс Бонд. Вам запретили вообще об этом говорить. Вы пишите только в комментариях вот к этому прямому эфиру, что с вами происходит. Вы сами почувствуете, когда вы начнете делиться, а когда вы еще увидите эмоции других девушек, вам уже хорошо станет. Во-первых, что вы не одна такая. Во-вторых, вы начнете просто обмениваться, ставить друг другу там лайки, сердечки, поддерживать друг друга. Это очень круто. Это очень круто. Поддержка – это все то, что нам очень хочется, и нам это нужно. Дальше. Что еще я вам не рассказала? Тороплюсь, потому что хочу медитацию прекрасную для вас еще провести. Не волнуйся, мы не ограничены часом. Да, если что, мы можем немножко задержаться, если у тебя время позволяет. А у нас эфир, он… Нам Инстаграм разрешил сделать больше часа теперь. Все хорошо, я поняла. Вот. Что хочу еще сказать? Все такая, сразу скорость такая снизилась. Расслабляемся. Что хочу еще сказать? Расслабляемся. Что хочу еще сказать? Не расстраивайтесь, если вам с первого раза эта техника не помогла. Я напоминаю, что вы находитесь в яме, у вас много эмоций. А как человек поймет, что он обидел? Не надо вам этому человеку говорить. Это другая история. Вам нужно сначала себя потушить. С собой разобраться. Вот у нас есть маятник эмоций. Кто слышал про маятник эмоций, Зеланд, по-моему, очень клево про это рассказывает. Мне очень нравится, как он эту информацию подает. Вот если вы испытали эмоцию плюс 5, предположим, да, по шкале, вы обязательно испытайте эмоцию минус 5. Вот знайте просто это. Это называется маятник. То есть если вы выиграли миллион, и вы испытали такое, вау, круто, то обязательно у вас произойдет ситуация, где вы ровно настолько же опуститесь в минус. Это не моя прихоть, это не мое исследование. Так работает система. Ну вот такая она, да. Поэтому наша задача разобраться со своими эмоциями, снизить их до шкалы, ну примерно плюс 2, минус 2, потому что ну все равно будет, чтобы мы могли радоваться, да, чтобы мы могли чуть-чуть где-то запереживать. Это тоже создает такой, ну, окрас жизни. Но когда у вас сильный маятник, оно создает вот такое сильное внутреннее напряжение, состояние утечки и так далее. Так вот, если вы своему собеседнику будете говорить, что вы обиделись, вы будете раскачивать плюс, плюс и минус 5. Если вы промалчите, как Джеймс Бонд, то у вас есть шанс выжить, перейти в состояние плюс 2, минус 2. Понятно? И быть счастливой в этом состоянии. Если вам хочется своему обидчику сказать, что он вас обидел, это ваша какая-то программа, это какое-то ваше убеждение, это на самом деле вы ему не хотите сказать, это ваши непрожитые, нереализованные эмоции где-то с детства, где вы не могли маме сказать о своих эмоциях, потому что у нас на агрессию, на давление 3 реакции, всего 3. Встать в ступор, убежать и дать сдачу. Ребенок не может не убежать, потому что его догонит, а если даже попытается его, все равно догонит. Не дать сдачу, потому что, ну, сами понимаете, что тогда произойдет, да? Ребенок только встает в ступор. Когда он встает в ступор, а еще дыхание затаивает, да? То в этот момент происходит вот эта вот фиксация эмоций, именно фиксация, то есть все, она в статику попала, она не движется, эта эмоция, то есть парализовалась какая-то внутренняя часть вас. И вот эта парализованная часть, она будет проситься наружу всю жизнь и через вот таких людей, которые вас обижают. То есть будет приходить вселенная, и вам будет поставлять человека, который вас так... Давай, давай, у тебя там рука не работает, я помогу, чтобы эта рука заработала. А вам кажется через голову, что мне сейчас ему надо сказать, что ты меня обидел. Не надо. Вам просто нужно прожить эмоции. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятно, о чем я говорю. Но это именно в момент не говорить или вообще никогда. В момент. Когда вы придете... Хороший вопрос, благодарю. Когда вы придете в спокойное состояние плюс два, минус два, я вас научу, кстати говоря, вот прям на этом интенсиве, я вам буду рассказывать, как спокойно вашему собеседнику об этом говорить. Пока нам ставят плюсики. Да, я знаю, что я хотела привести пример, чтобы тебе дать тоже возможность передохнуть. Вот насчет разговоров. Говорить надо, но в каком состоянии вы это будете говорить, это вот определяющий фактор. Я недавно была просто свидетелем как раз здесь, просто в кафе где-то завтракала. Это было так ужасно наблюдать, когда за соседним столиком девушка в эмоциях, просто в таких вот этих самых обиженных, да, отчитывал молодого человека, какой же он, извините меня, дебил. И она ему это просто полтора часа в разных комбинациях доказывала, все свои эмоции высказывала. А человек сидел и, знаете, в состоянии вот такого ступора, даже не знал, что ему ответить. Он просто это слушал и как будто бы игнорировал. И все это слышали. То есть весь ресторан слышал то же самое. И вот это никуда вас не приведет. Поймите, да, вы не получите от человека никакую нужную вам действительно конструктивную реакцию. А что говорите, как говорите, вам Аня расскажет позже. Продолжаем. Да, это будет на личных границах. Я сейчас себе пометочку сделала. То есть в четверг в завершающий прямой эфир я вам расскажу, как уже спокойно. Так вот, когда происходят вот такие ситуации, о чем сейчас рассказала Лара, что происходит? Вы в эмоциях, человек в эмоциях. Я это называю эмоциональной шторкой. Ни вы, ни он не слышите друг друга. У вас отскакивает. Маятник увеличивается. То есть вы с этого получаете какую-то энергию. Ну, тело так привыкло наше питаться, к сожалению, да. И через какое-то время вам захочется попросить прощения у этого человека. Вот поставьте плюсики, кто понимает, о чем я говорю. И у кого такая ситуация была, да. То есть наговорила какую-то фигню, и через какое-то время успокоилась, попросила прощения. Кстати, вот Маша Мордашко очень классно рассказывала про просить прощения, когда вы сразу другого человека ставите выше вас. Прости меня, пожалуйста, да. То есть мы уже не окей. Да, кто не смотрел, вот пересмотрите у Маши. Здесь тоже эти эфиры есть, очень классные. Вот. И тогда, когда вы просите прощения, то есть вы не сможете стереть ему память. У него на жесткий диск, вот как у компьютера, уже произошла запись. И для того, чтобы вот эту ситуацию потом, какую-то маленькую, да, вот у вас там что-то начали эмоции вовнутрь бить? Вы не поняли, что это вот, ну, оно бьет, да? Оказался рядом ваш близкий человек, вы на него слили эти эмоции? У него записалось это на диск, да? И потом ему тоже к психологу надо идти, чтобы с вами сохранить отношения. Потому что если он вот эту информацию из своей памяти не вынет, он вам начнет мстить за это. Самыми извращенными способами, да? Самыми. Многие мужья, вот вы не понимаете, почему мужья изменяют по этой причине? То есть вы когда-то, может быть, при тех сказали, ты козел, да? И это было, может быть, еще далеко до замужества. Он отсюда, может быть, этого не помнит, а тело помнит все. Тело – это наша кристаллизованная душа, все убеждения в теле. Тело – это 99% нашей системы. Голова – сознательная часть 1%. Представляете, какая там мощь? И вот он начинает вам изменять, поздно приходить домой. Вы просите посидеть с детьми, а он не сидит, предположим, да? И вам кажется, что за ерунда в моей жизни происходит? Мне нужно высказать ему какие-то обиды. Нет, вам не высказать. Если вы выскажете, вы эту ситуацию удвоите, утроите и увеличите, вам нужно вернуться обратно и там разобраться. Но, к сожалению, самостоятельно это иногда очень сложно сделать, поэтому мы здесь, на этом интенсиве, и мы вам даем вот такие прекрасные техники, при помощи которых вы сможете почувствовать себя немножечко легче. То есть жизнь ваша после этого интенсива не изменится, но точно у вас запустятся мощные процессы, которые помогут вам найти ответы внутри себя и прийти к своему легкому состоянию. Вы почувствуете здесь, что вот это такое возможно. Окей, есть вопросы? Задавайте, пожалуйста. Это вот тот короткий контент, который я вам сегодня хотела донести. Могу больше, но пока этого достаточно. Насколько вам это заходит? Не знаю, кого-то может воодушевлять, кто-то, может быть, слушает. О, моя любимая система десятибальная. Десять, все понятно, о чем ты говоришь. Восемь, ну, где-то слышала, и ты говоришь какие-то правильные вещи, но пока не осознаю глубоко, да, то есть пока вот, ну, не откликаются. Пять, вообще непонятно, о чем ты говоришь. Там десять раз уже везде это говорили, ты сейчас опять сюда пришла, вот это говоришь. Ну, короче, неинтересные, неполезные пятерочки. Поставьте, пожалуйста, баллы сейчас в чат, и пока вы ставите баллы и пишите вопросы, вот, я пролистаю свой любимый айпадик. Вот она, моя заметка на медитацию. Мы с вами сделаем прекрасную медитацию, а у вас пока есть время расположиться. Если вы едете за рулем остановиться, она будет длиться, ну, буквально 5-10 минут, и я вам сегодня помогу какие-то обиды прожить. Вот, за время этой медитации 5-10 минут. Мы с вами увидим практика, кстати, очень клевая, вы ее можете применять самостоятельно. Все техники, которые я даю, вот, ну, вот мое желание, моя вера в то, что вы сможете легко это делать сами. Сколько стоит мой курс? Вы знаете, я вчера, сейчас отвечу на вопрос, я вчера разговаривала, у нас очень сейчас становится большая компания, и стало уже невыносимо управлять в одиночку. Нет, втроем. Мы втроем управляем, потому что я вообще начинала это все как фриланс, и мне было прикольно. А потом стали приходить люди, и, ну, я стала приводить коучи, потому что хотелось помочь всем. А теперь стала такая команда, что нам приходится вводить, ну, всякие различные системы управления. Потому что, ну, прямо очень много становится клиентов и желающих, и нам хочется всем помочь. Ну и вот, и он мне вчера рассказывает, мы еще не дошли до части, до презентации, я говорю, куда платить и сколько стоит. Он мне говорит, подождите, я еще не все рассказал. Вот, я говорю, я все понимаю, что вы сейчас скажете, все, я хочу заплатить, мне уже вот это все неинтересно, я хочу уже вот прям сегодня начать работать. Вот, и когда я вижу такие вопросы, да, но об этом же я говорю, кто сейчас написал вопрос, Аня, сколько стоит ваш курс «Счастье легко»? «Счастье легко» стоит курс, базовый курс стоит 10 тысяч рублей в месяц, работаем мы 6 месяцев, 60 тысяч рублей стоит курс. Если вы платите сразу, у вас там предоставляется скидка. Вот, это уже такие глубокие, но подождите до курса. У нас до курса есть классная программа «МСУ Сори», у меня тут мой друг холодильник пищит, мне нужно к нему подойти. Давай, я пока прервем твой спич, я расскажу просто детали. Девочки, все, кто с нами сейчас онлайн, у вас есть возможность как минимум сейчас бесплатно все наши пять эфиров посетить, всю эту информацию переварить. Дальше вы всегда можете перейти к Ане на страничку, посмотреть все, что она там дает. У них, у их команды, коучи, вообще огромное количество бесплатных материалов. Они постоянно проводят вебинары, они постоянно в команду себе берут новых коучей, можно к ним попасть на трансформационный коучинг. То есть дальше путей очень много. Мы сейчас вам даем вот эту, знаешь, сконцентрированную пользу того, что важно вот такой каждой среднестатистической женщине, мужчинам. У нас тут аудитория разная, и поэтому все, кто у нас онлайн, для каждого может быть какой-то отклик. Поэтому начинаем с бесплатных, доступных каждому материалов. Причем у нас для вас, я вам честно скажу, есть прекрасный подарок, да терпите. Вот если не терпится, кстати, можете переходить на мою страничку, записываться ко мне на бесплатную консультацию. Я вообще при входе в персональные программы всегда провожу бесплатные консультации. То есть я понимаю, насколько это вам сейчас необходимо, да, может быть, я вас направлю на какой-то бесплатный курс. Ну, то есть я прям щупаю готовность человека к трансформации. Поэтому моя получасовая диагностика, бесплатная консультация по ссылке в моем профиле Таплинк. Вот, пишите туда, там немножечко сейчас будет подлиннейшую очередь, но дождитесь. Вот, и мы с вами поговорим и решим. Но у нас с вами сейчас идет интенсив, да, совершенно доступный. Здесь будут классные техники. Даже если вы придете к нам в платную программу, раскачайте свой, как это, размассажируйте свой мозг на этом курсе. У вас все будет, потерпите. И в конце курса мы вообще вам, Лара, кстати, мы вот прям решили буквально за 5 минут, мы такой подарок вам сделаем, да. Совершенно там будет групповой коучинг, не одномесячный, вот по такой цене, понимаете. Я не знаю, у кого таких денег просто нет. Ну, то есть прям поочине доступные. Потому что моя цель показать вообще женщинам, что это возможно, и дать вам побольше материала и ресурса, где вы можете это сделать, и для вас это будет доступно. А наши коучинговые программы, это очень круто, кстати говоря, хочу сказать. И у нас много заходит на этот курс, и денег находит, да. Но если у вас сейчас такая ситуация, что это дорого, да-да-да, это он. Вот, что это дорого, не переживайте. Мы для вас сделаем очень много интересного и бесплатного, и доступного. У нас есть канал Телеграм, где мы делимся, где я делюсь своими мыслями и фишками, как я пришла к этой трансформации. То есть, может быть, кому-то не сразу в коучинг-то, да. Нам важно, чтобы был результат, а у каждого свой сейчас исходник. Поэтому вот. Вот такая для вас информация. Пользуйтесь, кому куда, кому в топлинг, кому на бесплатную диагностику, кому сейчас на интенсив, кому потом на групповой коучинг, когда мы закончим эту тему. Ну, в общем, что, готовы? Терапия с психологом или к вам на программу? Как определить? Приходите ко мне на диагностику, потому что есть такие ситуации. Я честно скажу, я психолог. Я поработаю, я могу поработать так, что вам другой психолог не понадобится. Но я трансформатор. Вот, мне, честно говоря, неинтересно заниматься глубоко прошлым. Мы не занимаемся долго прошлым. У нас шестимесячная программа. Два месяца мы работаем с эмоциями, ну, то есть открепляем эта психология. Два месяца мы меняем убеждения, два месяца мы закачиваем новую программу «Сценарий в голову». Если у вас сильная психологическая проблема, понятно, что вам с нами. То есть мы тоже с вами. Сейчас я его совсем отключу тогда. А то нам медитации не дали делать. Нам придется поехать на кухню на нашем интенсиве. И если вы должны понимать, что мы вас тоже можем взять. У нас тоже есть такие курсы, кстати говоря, где мы прям вот год. У меня одна клиентка со мной год работала на тему психологии. Мы выкапали там травму, очень серьезнейшая была, да. Но при этом вы должны понимать, что быстрых результатов у вас не будет. Мы очень классные психологи, кстати. Мы очень круто работаем. У нас очень современные технологии. У нас постоянно 24-часовая поддержка, чего нет, кстати говоря, во многих курсах. То есть вы идете к психологу, да, вы сходили, и у вас, ну, как бы, вот, ну, есть за одну сессию результаты, дальше вы ждете следующей сессии. А у нас постоянно, извините, пожалуйста, у нас постоянный диалог. Разговор идет со всеми клиентами. Вот. Ну, вот такой я человек. Я сразу нашла решение. Извините за шумы. Вот. Поэтому можете к нам прийти. В общем, записывайтесь на диагностику. Диагностика проходит здесь в онлайне, по WhatsApp или там по Телеграму, где у вас есть видеосвязь. Полчаса вы пишете в топлинк. С вами связывается ассистент. Назначает вам удобное и вам, и мне время. То есть подбирает для вас и для меня удобное время. После чего мы с вами вот так вот выходим на связь в WhatsApp или еще где-то, где вам будет удобно. И я слушаю вас, вашу проблему, рассказываю, что вы можете с этим сделать. Даю вам такую понятную обратную связь, чтобы, ну, не сложную, скажем так, но прямую, да, без обид. Говорю, в чем проблема у вас и что нужно для этого сделать. После этого мы определяемся. То есть если вы хотите, вы заходите в нашу программу, вы можете пойти к своему психологу. Если вы с ним уже работаете, вот с той информацией, которую я вам дам, вы можете в наших каких-то там бесплатных программах остаться, они тоже есть. И можете там, ну, все что угодно. В общем, то, что вы придете ко мне на диагностику, это абсолютно вас ничему не обязывает. Вот это очень важно, понимаете это. Вот, мы помогаем. Ну что, я готова, а вы? И мы готовы. Давайте настроимся на медитацию и вспомним, что мы сегодня говорим про обиды и про то, как вообще их не копить, а уметь проживать. Да. И сейчас я вам предлагаю вот перейти вот от этого энергичного темпа, которое я вам уже задала, в спокойное состояние. Медитация будет короткой, мы глубоко погружаться не будем. И вместе с тем нам понадобится время, тишина. Почувствуйте то, на чем вы сидите. Почувствуйте ногами, стопами ног, где стоят ваши ноги. И просто немножко подышите. И сейчас я вам предложу вспомнить самую последнюю обиду, которую вы испытали. Может быть, она была пять минут назад, а может быть, час, а может быть, вчера. А может быть, был у вас какой-то серьезный разговор с вашим близким человеком, мужем, парнем, вашим ребенком, вашей командой, вашими коллегами, партнерами, а может быть, с вашим соседом или соседкой. И вы спрятали эту обиду куда-то глубоко-глубоко. Вспомните, пожалуйста, это состояние, эту ситуацию и это состояние, которое напоминает вам вот эту обиду, эти ощущения. Где это было? Разглядите в деталях, в подробностях то место, где это происходило, когда была вот такая обида. Разглядите лицо этого человека внимательно. Услышьте словно его слова или ее слова. А теперь почувствуйте, где это в теле у вас живет. В каком месте. Где появилось уплотнение, тяжесть. Или, может быть, у вас там зачесалось или загорело. Прямо почувствуйте, где это. Теперь представьте, что вот в этом месте есть какой-то объект. Какая-то форма, какая-то фигура. И представьте эту обиду, вот это уплотнение в вашем теле, вот эту зажатость в виде какой-то формы, какого-то предмета. Что это? Это может быть шар какой-то. Это может быть кирпич. У каждого он будет свой. Это может быть какая-то огненная река. А может быть у кого-то кинжал. А может быть еще что-то. Разглядите внимательно этот предмет. Какого он цвета. Какого он размера. Какой он тяжести. Какие у него очертания. Размытые или четкие. Этот предмет горячий или холодный. А может быть теплый. Внимательно разглядывайте этот предмет. И теперь, когда вы его увидели. И вошли с ним в контакт. Скажите ему. Мысленно, можете вслух. Привет. Я тебя вижу. Я тебя принимаю. Ты часть меня. И я тебя принимаю такой, какая ты есть. Внимательно наблюдайте за этим предметом. Возможно, сейчас уже он начал меняться. А может быть нет. У каждого будет картинка своя. И если этот предмет начал меняться, то скажите ему. Я благодарю тебя, что ты меняешься. И если ты хочешь, ты можешь измениться еще. И продолжайте наблюдать за этим предметом. Как он меняется или, может быть, не меняется. Во что он меняется. Почувствуйте свое тело, как вам становится. Уходит ли зажатость из вашего тела. Становит ли вам легко. Или, может быть, тяжесть все еще сохраняется. Вы благодарите этот предмет за то, что он меняется. Я благодарю тебя, что ты меняешься. И можете еще раз попросить его измениться. Или, может быть, попросите измениться в ту форму, которую вы себе представляете. Может быть, это солнце или какая-то ясная поляна. Прямо спросите у этого предмета. А можешь ли ты измениться в солнце? Или в реку, или в море, или во что-то еще. Ту картинку, которую хотели бы увидеть вы. Если вы получаете положительный отклик, то просто наблюдайте, как этот предмет меняется в желаемый вами образ. И дышите. Дышите глубоко, грудью. Жалательно дышать без пауз. А теперь мысленно или вслух поблагодарите этот предмет за то, что он вам показался, это ваша часть, одна из ваших частей. за то, что эта часть вошла с вами в контакт, за то, что она поменялась. Почувствуйте, как легко стало вашему телу. глубоко-глубоко вздохните. И постепенно выводите ваше ощущение изнутри наружу. В этом мире есть еще другие женщины, наш с вами прямой эфир. Открывайте глаза, подвигайтесь своим телом, обязательно потрогайте свое тело, верните себя в тело. Потрогайте там руки, ноги. Если есть возможность, поприседайте. И каждый из вас мне сейчас хочется сказать привет. Потому что сейчас с вами произошло волшебное чудо. Одна из ваших эмоций, негативных эмоций, преобразовалась в позитивную. И в вашей сумочке стало легче. Поставьте, пожалуйста, плюсики или напишите комментарий. Сейчас такое, я понимаю, немножечко растерянное состояние наверняка. Ставьте, пожалуйста, плюсики или комментарии. Кому зашло, вот у кого получилось, кто испытал легкое состояние. Что почувствовали? Вот просто можете даже более разумно поделиться. Ой, даже слезы благодарности. Я думаю, что плюсиков уже не нужно. Я вижу ваши приветы. Я уже чувствую и понимаю, что произошло, да. Эта техника очень простая. Она очень доступная. Каждый раз, когда вы испытываете какую-то обиду, вы можете не бить полотенцем, вы можете не кричать. Вы можете просто уединиться и сделать эту простую технику. И я не обещаю, что вам сразу станет волшебно и все ваши ситуации разрулятся. Это маленький шажочек на пути к вам, к вам, к вашему счастью, к вам легкой. Иногда вам будет казаться, что эта техника не работает, и мне уже надоело делать одно и то же. Не отчаивайтесь, двигайтесь дальше. У меня было так же. И я тоже делала эту технику и думала, да ёлки-палки, сколько же мне ещё этих техник сделать, чтобы прожить своё состояние. И я это сделала. И эта техника самая ключевая. И с неё мы начинаем наш трансформационный коучинг личный, персональный. Отличие в том, что мы не с группой работаем, а следим за каждым человеком и делаем её иногда до двух часов. То есть очень глубокие. У меня одна из клиенток, которая работала со мной, я два месяца с ней делала эту технику. Конечно, в различных вариациях. Это вот самый простой вариант, который я вам дала. И она через два месяца мне сказала, что, знаешь, Аня, я четыре года не знала, как разобраться с этим состоянием, с этим мужчиной, а два месяца я живу как на антидепрессантах. Я даже не знаю, как это работает. И она просто приходила на сессию, я говорила, закрывай глаза. Поэтому просто верьте, что это работает. И делайте эту технику. Круто. Я рада, что вам зашло. Скажите, пожалуйста, сейчас, сейчас, Лар, скажите, пожалуйста, почему после такой техники начинают трясти? Смотрите. Это побочный эффект. Значит, не до конца эмоция вышла. Видите, мы сейчас группой же работаем, да? Мне хочется помочь каждому, поэтому я срочно вот такой вопрос читаю. Если трясется тело, вот прям напрягите сейчас его сильно-сильно-сильно, прям вот по максимуму, вот прям, чтобы губы, нос, чтобы все тряслось, руки, каждую мышцу, прям буквально на 5 секунд и резко отпустите. Там у вас какие-то, ну, надо поглубже поработать просто. Это же вот, ну, прям верхушечка сейчас. Мы в первый раз сделали. Пошли слезы. Стало легче. Боже мой. Я вот, честно вам скажу, кайфую каждый раз, когда я вот такие вот крыки слышу, я понимаю, что еще на несколько человек стало счастливее на нашей Земле, в нашей Вселенной и вокруг меня. И это прекрасно. Вот кто-то писал еще, да, что какой же комментарий Ларбла, когда техника началась, сейчас далеко листать, что обиды не вспоминаются, да? Когда не вспоминаются обиды. Которые говорят, наоборот, что как же классно, что я не могу вспомнить ни одну обиду. Смотрите, я вам как психолог скажу, если вы уже здесь, у вас они точно есть. Если вы не можете вспомнить обиду, вот представьте, у вас заложен нос, да? Я вам говорю, почувствуйте воздух. Вы говорите, как хорошо, что у меня прекрасный воздух, да потому что он у вас заложен. Потому что там столько обид, это вот сейчас не примите, пожалуйста, как личный там камень ваш огород или обиду. Извините, пожалуйста, если я как-то вас там потревожила или обидела. И вместе с тем я вам даю экспертную обратную связь, что когда у вас возникает отрицание и вам кажется, что у вас нет там совсем обид, вот нет ни одного. У меня не может быть такого, чтобы не было обид. Я уверена, что у Лары нет такого. Пока мы с вами живые, у нас будут обиды. Нам важно научиться и неправильно управлять. Нет обид у роботов. Немногие говорят, Аня, вот мы проработаем с тобой, и что тогда будет? У нас не будет эмоций. Совсем будут. Если вы не будете без эмоций, то знаете, что происходит, когда нет обид? Как говорил мой наставник. Вы оказываетесь там, где все идеально ровненько, там ничего не шелохнется, вы просто умираете. А вот эти вот реакции в теле, они будут нам важных привести в конструктивное русло, прям научиться управлять этой системой своей внутренней. Вот, в состоянии плюс два, минус два. Поставьте плюсики, кому заходит, вот то, о чем говорю, и мы с вами потихонечку... Ой, спасибо, спасибо. Я просто комментарий нижний не видела. Ой, наши девочки фиш. Танечка, благодарю, я на сессию. Конечно, конечно. Это не просто наши девочки, это наши коучи. На каждую обиду? Да, да, да. Наберитесь терпения на каждую обиду. На каждую обиду, на каждую. У меня, знаете, даже такое было, я собиралась на свидание с парнем, и у меня прям такая обида на него была, что он на пять минут позже приехал. Вот в таком я жила состоянии, я не могла просто... Я думаю, что многие сейчас понимают, о чем я говорю. Вернее, ну, потому что было такое. Я никак не могла что с этим делать, я прям уже накрашена, одета, села, и прям я вот эту эмоцию прям видела. А еще такое было, что я с ним ехала в машине, и он стал смотреть по телефону, у меня раз, эмоция. Я ему говорю, подожди, я на тебя сейчас обижаюсь. Вот это, кстати, делать, но после того, как я вам расскажу, как это делать, не сейчас. Вот он говорит, можно поинтересоваться, ты долго на меня будешь обижаться. Я говорю, до поста ГАИ. А до поста ГАИ было 10 минут ехать. Он говорит, окей. И он включил музыку, занимался своими делами, а я обижалась. И в это время, что вы думаете, я делала? Я представляла образ. У меня вообще такое натренированное тело, что я это делаю прям вот. Вот и моя задача вас научить делать это прям в процессе. Я все это представила. Мы доехали до поста ГАИ. Он мне сказал, ну что? Все, уже пообижался. Говорю, да. И все, я уже не помню, я опять легкая. Вот так. Можно ли прорабатывать все? Да, да. Не только обиды, можно все эмоции. Обиды — это и есть эмоции. Поэтому да. Окей, спасибо. Ты посмотри уже. Я сама уже. Я даже мне уже не хочется говорить. Настолько умиротворенное состояние. Ну вот, буду теперь все обиды до четверга доставать. Идеально. Сейчас ставим плюсики все, кто тоже будет это делать. Буду все обиды доставать до четверга. Прям все сейчас поставьте плюсики. Пожалуйста. Все 120 человек, которые здесь. Ну, не поленитесь. Напишите вот плюсики прям сейчас. Можете прям написать. Я тоже буду это делать. Буду доставать обиды. Поставьте плюсики. Это очень важно. Вы сейчас пообещаете своей бессознательной части. Она сама разберется, как вас привести и организовать вам пространство, где бы вы были без мужей, без детей, чтобы у вас было такое. Вот просто поставьте плюсики. Вы заключаете такое соглашение со своей бессознательной частью, что вы это сделаете. А в четверг у нас с вами тема будет, как выйти из состояния жертвы. Кстати говоря, вы... Состояние жертвы. Мы вот не случайно в таком темпе поставили. А до этого зайдите, пожалуйста, в мой профиль. Кликните, пожалуйста, в таплинк. Посмотрите, пожалуйста, вебинар. И у нас с вами вот такая тема получится. То есть вы уже увидите вебинар. И я с вами также проведу такой короткий часовой прямой эфир. Дам небольшой контекст. Дам задание и сделаю с вами волшебную практику. Но она будет в два раза эффективнее, если вы вебинар до этого посмотрите. Круто. Вообще, девочки, я хочу попросить всех и мальчики, кто с нами сейчас онлайн, кто нас смотрит записи, то, что мы проговорили уже с Аней, делитесь теми обидами, которые у вас есть. Вот если вы сейчас на эмоциях, прямо здесь, в записи, в комментариях под эфиром пишите. Пишите вот все, все, чем хотите поделиться или там, что вы говорите, хотите тому человеку, который вас обидел. Просто, чтобы мы понимали уровень даже сейчас обид ваших, какой у нас там общий фон, и нам тогда будет проще на следующих эфирах со всем этим работать. Мы можем брать какие-то конкретные примеры и уже их разбирать, чтобы вам всем тоже было понятнее. Чем больше обратной связи, тем нам легче. А что если на саму себя обида? На саму себя это тоже, в общем-то, такая же история, но это уже, скажем, более такая глубокая тема. Если коротко вы представляете, вот дам короткую технику, представляете себя где-нибудь на ладошке, вот на кого вы обижаетесь, это же часть, то есть отделите себя, вот себя же, да, посмотрите на нее, в каком она платье, в каком, не знаю, в каких брючках, в каком возрасте, какая у нее прическа, может, там девочка пятилетняя, да, стоит, и обнимите ее. Вот прям представьте, что вы такая, какая есть сейчас, вы подходите к ней и ее обнимаете. И посмотрите, как я вот эти техники, кстати, тоже очень классно делала, еще до того, как ушла с найма, и это мне очень круто помогало, потому что я на совещании, там вот эта девочка начинала сама на себя обижаться, я тут же ее представляла, тут же подходила, обнимала, и тут же меня вот отпускала просто. Вот, вот прям вот если коротко, вот так. Меня разрывает от эмоций. Тогда пересматривайте эфир, и вот, ну, прям собирайте тело и выполняйте эти техники, которые есть, и максимально. Можно, кстати, еще воду покричать. Я тоже делала в тазик, набирала тазик, когда совсем, ну, все дома были, в общем, а там не слышно совсем, я в воду кричала. Обиду эту мою не вытащила, ну, до конца, то есть я потом круто ее скоучем прорабатывала, вытаскивала прям, вот, ну, было такое. Но вместе с тем, надо, вот, скажем, такую скорую помощь этот эффект окажет. То есть я вам дала техники, еще раз, сразу говорить о своих эмоциях, здесь, в чате, в комментариях, вернее, вы пишете, я испытала злость, зависть, там, раздражение, гнев, да, список эмоций будет в топ-линке, в ссылке, вот, в топ-линке, на моем, в моем аккаунте, перейдите, пожалуйста, да, вы по топ-линку, там будет чек-лист, там, список эмоций, вот, вы пишете просто коротко эмоции, ну, хотите, расскажите нам всю историю в комментариях, тоже круто. Я вам обещаю, что я буду каждый день, вот, пока будет прямой эфир, я и мои помощницы, мы будем читать и давать вам обратную связь, если будут появляться вопросы, мы тоже вам будем сразу оперативно отвечать. Второе, поплакать, кстати, классная есть практика, поплакать в кинотеатре. К жестокому обращению родителей не было детства, рабства за любое, ну, понятно, это вот все о том же, нужно проживать. Ну и вот, я плакала в кинотеатре, как? Я приходила, там какой-то слезливый фильм, а там же темно, девочки. И громко, понимаете? И вот этот никто не слышит. Вот, и я прям два часа, я помню, приезжала с фильма, захожу домой, сын. Он говорит, что с тобой? Я говорю, в кинотеатре была. Он говорит, а что с лицом? Я говорю, эмоции прожевала. Он мне говорит, ладно, я ему просто говорила, что с тобой это никак не связано, там какая-то моя история, мне ее нужно сейчас в ней побыть. Вот, поэтому можете пойти в кинотеатр поплакать. Идите в спортзал, там ходите, выговаривайтесь, опять же, сюда, в чат, да, в наши комментарии, кричите в подушку, поете в машине, бьете полотенцем, если вообще ничего не помогает. И, внимание, делайте это самостоятельно, не привлекайте ни мужа, ни детей. Это прямо основное условие, мы жирно вам напишем. Ни мужа, ни детей, ни коллег, никого не привлекаете. Аня сказала, мы сейчас секретные агенты, Джеймс Бонда, и нам никому нельзя рассказывать, какие у нас сейчас эмоции есть. Вы рассказываете, вернее, вашему окружению вы рассказываете только нам здесь. Это такой, извините, пожалуйста, клуб анонимных алкоголиков, да, это наша с вами проблема, не людей. Понятно? Мы здесь с вами вот это все выговариваем. Вот. Поэтому пишем сюда, посторонних в эти ситуации не привлекать, иначе вам потом, ну, психолог, не то чтобы я там, психолог еще дольше будет помогать, да, эти ситуации раскапывать. Мы с Ларой об этом говорили, пересмотрите эфир. Сейчас резюмирую. И следующий эфир у нас будет, прямой эфир, и мы с вами сегодня классную практику провели, да, медитацию, вы ей пользуетесь, тоже проживайте таким образом. эмоции, запись будет здесь, пересматривайте, записывайте. Я вообще себе эти вещи прям под ручку, нет, ручки под рукой, прям под ручку записывала. Переслушайте еще раз прямой эфир, выпишите это все в тетрадку, запишите, вообще, если вы запишите себе эту медитацию своим голосом на диктофон, и будете слушать медленно, будет вообще круто. Вот. Пользуйтесь, пожалуйста, это прям вот я вам даю в пользование. Вот. И следующий эфир у нас будет, как выйти из состояния жертвы, а перед этим вы пройдите, пожалуйста, в мой профиль по ссылочке в топлинк, там есть бесплатный вебинар, посмотрите его к четвергу, и даже если вы не успеете посмотреть вебинар, все равно приходите, в 12 часов в четверг мы с вами будем разговаривать над темой, как выходить из состояния жертвы. Анечка, я тебя благодарю, я хочу подытожить тоже для всех, кто, может быть, не до конца нас понял, не сначала с нами на эфире, присоединился в конце. Опять же, очень важно, мы не говорим вам, что эти эмоции нужно подавлять и как-то их у себя замалчивать, наоборот. Вам эту эмоцию важно отследить, и лучше ее в моменте, почему мы говорим не кричите сразу на человека, не боюйтесь с ним, не делайте это на эмоциях, когда они настолько уже зашкаливают, проживите эмоцию сами с собой, и лучше вот эту скрытую обиду перевести в такую прям открытую злость и прожить ее, то есть там реально пробежать, что-то поделать, на адреналине, на этом драйве, не знаю, уберитесь в квартире, сделайте генеральную уборку, поработайте так, чтобы вам потом все выходные можно было просто расслабляться и не думать о работе, уйдите, то есть как сублимируйте эту сильную вашу негативную эмоцию в какое-то активное действие, и говорите с человеком, но потом, а как с ним говорить, Аня расскажет позже уже про личные границы, дождитесь этого эфира, это будет через неделю в четверг, то есть это именно про то, как уметь эти эмоции увидеть, прожить, ценить их, не игнорировать, не подавлять, не прятать в тело, а потом из-за этого болеть, просто понимать себя и в первую очередь работать с собой, и поэтому писать здесь, признавать себе, делиться с нами, а потом уже делиться с тем человеком, кто вас обидел. было очень полезно, особенно практика. Анечка, я тебя очень-очень сильно благодарю, мне самой было удивительно эту практику на себе прочувствовать, у меня тоже была такая прям трансформация, и сразу поменялось состояние, посмотри, вот как мы начинали, и как сейчас два разных состояния. клево. Клево. Тем более, что он для вас бесплатен. И у нас много всего это происходит на донейшн, просто не пропускайте, будьте с нами онлайн, я думаю, это наиболее понятно и полезно, когда вы здесь с нами, и можете задать вопрос непосредственно Ани, и она это увидит и сразу же вам ответит. О, благодарю, Аня, у вас голос волшебный, мне иногда кажется, что я кричать начинаю, я же забываю, тут прямой эфир, я вас не вижу, и когда я погружаюсь в медитацию, там уже становится более такой. Благодарю вас за обратную часть, это мне просто понимать, как это воспринимается. Спасибо. Делитесь этими эфирами с друзьями, всем, кому это может быть полезно, у кого сейчас тяжелый период, потому что мы понимаем, что не у всех жизнь простая и обижался в своей жизни каждый из нас хоть раз. Да, каждый. Я тебя благодарю, увидимся в четверг, 12 часов дня по Москве. И я тебя благодарю, и я тебя благодарю, и вас благодарю за обратную связь, за ваше преображение изменений, я каждый раз от этого получаю большое удовольствие, я это чувствую, у меня такое открытое энергетическое поле, я это чувствую сразу, вижу ваши комментарии, Ларочка, благодарю тебя за такую возможность быть полезной вот такому большому количеству людей. Всем пока. Пока.